Здравствуйте! Здравствуйте! Оооо! Сколько в гостях-то у меня! Сейчас я... Здесь еще один фонарик дам, чтобы было лучше видать. Ну вот тебе бабу дождались? Дождались, да? А? Да! Вот так. Баба-то была в Сибири. Тут холодно. Вот они. Ну, слава Богу. А то я говорил летом, так нам бы в гости приехали. Тут и купались бы каждый день. Тут и поиграть ездили, и отдохнули бы. Да! Как они расположились хорошо. Я привет всем передал, кроме Надежды. Она не заходила днем. Нет! Вот. А мы утром-то разговаривали, я уже выстоял. Видела? Да, я видела. Ага, быстренько. А это Руфь. Ага. Руфь. Вот они какие хлопцы-то. Я знаю, как их звать даже. Рафаил и Марк. Вот. Вот. Какой Рафаил-то из них? Мне 10. А Марк. О-о-о. 5. 5 будет. Вот так. Рафаилу 10, а это 5. А там 5. Видишь, какие хлопцы-то богатые. Ну что? Молитесь. Может быть, Господь ваш путь сюда проложит к нам. Наши с Фрунзе-то все время приезжают. А Фрунзе-то подальше Алматы. Даже из Танады что там приезжают? Еще дальше. Из океана. Да. Да, так. Ну, у нас тут были, с других сторон приезжали. И с Аргентины, и с Бразилии, и с Америки. Они в полете только где-то 17 часов. В полете. Вот так. Ну что? У бабы книги-то посмотрели? Картинки-то им показала? Нет, еще нету. Они вот приехали, покушали. А сейчас урок у нас же был, занятия шли. Поэтому я только увидал запись-то. Хорошие занятия были. Ну, а потом это будет выставлено, можешь посмотреть. Да. Вопросы тут были такие, что отвечать, не отвечать на них. Я показал. Есть вопросы, которые нельзя трогать. Они... Ты услышал? На этом остановись. Как так, Троица? Один говорит, а я отвечаю, там три Бога. Бог один. Един. Но этого Святой Троица как? Это нельзя ни объяснять, ни думать. Просто принять. Да. Это самая величайшая тайна. Непостижимая. Игнатий Тихонович, а двуперстное крещение, как это объяснить? Ну, как объяснить, это так объясняется. Вот два пальца я сейчас показываю. Видать, нет? А, да. Вот средний, он пригнутый как бы. Это означает, небеса склонились, и во Христе небеса к земле. Вот вот. То есть на земле умер Христос. Это богочеловек, показано богочеловечество. И так совершает крестное знамение. Так крестился князь Владимир. И так было до 1656 года. А Никон тогда перевел на три. Теперь объяснение какое? Так. Троица. Так. Крестились в Греции и так, и так. Ну, а когда принимали, большая часть, видимо, были двуперстно. Почему приняли двоеперсия? А оно, двоеперсия-то, даже позже появилось, чем троеперсия. Троеперсия – это борьба с арием была, доказать, что есть Святая Троица. А это уже монофилиты, монофизиты появились. Ну, мы с детства так приучены, так и крестимся. У нас равнозначно. И поэтому соборное решение о патриархии признано то и другое спасительно. Так крестился Сергий Радонежский, а так Серафим Саровский. И оба святые. На кресте Христос умер, он как Бога-человек, поэтому два пальца, да? Ну, да. Да, но тут уже умер не приходится говорить, Бог не умирает. Вот я говорил, что самое правильное объяснение – это у католиков. Пять ран Христу нанесли, как человеку, и они пятернёй показывают. И, наоборот, слева перевести направо. У них объяснение очень хорошее. Но я не католик, и так никогда не буду делать. Но я должен признать и рассудить. У меня разум для чего дан-то? Я не просто слепо исполняю. А какое греховное? Греховного нету здесь ничего. Ну, так научно и такое объяснение. Так вот. Ну, какие-то вопросы есть ко мне у них? Нет? Рахиль, ты сейчас обязательно им открой, чистыми руками, чтобы открыли. Хорошо. Сколько там картинок? 240 картин. 240. Это наши люди, больше года ушло, раскрашивали. Густаво Даре – лучший иллюстратор Библии. И вот мы, Господь позволил, так вот выпустили. Ну, я вас трогать тогда не буду, хлопцы. Вы только имейте в виду, что если вам будет охота в Сибирь, мы вас примем. У нас летом жарко здесь. Как у вас? Спасибо. Спасибо Христос. Спасибо Христос. А они как, умеют говорить по-казахски-то? Нет. Можешь? Да. Ринат, он учится, он казахский язык изучает. Ну, хорошо. Надо обязательно знать какие-то языки. Это в жизни всегда сгодится. Я русский знаю, казахский немного я люблю. А я не спросил, вы, Рахиль, говорите по-казахски-то? Да. Да. Ну, правда, с акцентом они меня сразу раскусывают. Понятно. А вот, а по-татарски? Да. Тоже знаете. Для вас родной-то язык, наверное, русский? Да. Ну, да. Все-таки людей-то про вас, это большая часть, если... Ну, хорошо. Мысли русский. Они вам вопросы-то задают, вы можете отвечать на них? Ну, да. Ну, чего непонятно, спрашивай. У детей много вопросов. Маленький ребенок за юбку мать и деть держится. Взяли, поставили такой записывающий аппарат. Около 400 вопросов в день задают. Он познает мир. А человек взрослый, он думает, мне все известно. На самом деле многое не известно. Как это так? Вот свет, хлорофилл получается. Как корова, говорит, на зеленом лугу черная корова, ест зеленую траву, получается белое молоко, из него желтое масло. Как так? Никто этого не знает. И никому не выработать. В Швеции там высокий уровень развития молочного производства, оттуда сепараторы. И они сделали молоко, траву перегнать, как вот желудок, и получилось зеленое. Стали кормить кошку, кошка пропала. Но когда стали добавлять молоко немного туда, она стала живая. То есть, нет такой машины, чтобы туда траву запустили, и оттуда молоко полилось. А корова ест, все. Вот мы как привыкли, у нас чистое все. И яичко особенно чистое, оно в корлупе. А еще получается, курица, она все склюет, все. Даже пьяная еще там с ними, она это склюет. Но она переработает, машина переработает, мы есть не будем. А курица переработала, мы даже не спрашиваем, едим. То есть, мы на уровне подсознания понимаем, Божье все ощущает. А человеческое, видите как, нужно научиться видеть во всем красоту Божью. Вы детей к этому обязательно доставляете. Даже воробей, вот я с ребенком остаюсь, прилетают у нас скворцы, прилетают. И он начинает у воробья оттуда только перины, подушки, все выбрасывает. И правильно делает, потому что ему надо скорее вывезти и улететь. А воробей здесь, он может и попозже вывезти. Я им рассказываю, они как будто живые-то где-то. Что они говорят? Сейчас воробей кричит, помогите. Да какой он? Ему скворечник сделали. А скворец говорит, да скворечник-то для меня, не для тебя, воробей. Вылазь отсюда. Ребенку, когда по своим языком показываешь, ему доделается интересно. Он должен этот мир познавать. Вот мы идем с детьми, ну, Писание-то считаем, по дороге. Давайте, где в Библии сказано про дорогу? Какое отношение имеет это к спасению? Ну, уже знает, расчищайте дорогу, убирайте камни, приготовьте путь Господу. Это в Новом Завете. Вот рядом дерево растет, береза. Я спрашиваю, береза, что из нее делают-то? И дети начинают перечислять. Многое не знают. Подсказал, показал. Почки набирает, там на спирту, на водке настаивает их. Они там полезные для чего-то. Почки березовые. Из коры делает туиски разные, ищут там сосуды где-то. Сок березовый. Это да, он камни разбивает. Камни разбивает даже. Веники из него. Твердое дерево из него. Черенки, вилам, топорам делают. Вот сколько? Какое-то дерево. Из белой коры только три дерева во всем мире. И одно из них, самое красивое, береза. А мы даже не замечаем, рядом ходим. А еще какие белые? А там секвойя есть. Они только так считают белые. А там оно такое белесое маленькое, гладкая кора. Вот тут был, приезжал, рассказывает, он самый лучший считался футболист, пелия. Мы его спросили, что в России больше всего понравилось. Он говорит, березки. А мы даже не замечаем, какая красота. Да. Вот. Надо глаза открыть на все. И увидеть, что всюду и везде Божья премудрость. Как Бог все сотворил. Любая рыбка, любая бабочка. Все самое маленькое, оно не похоже на другое. Никакая теория Дарвина этого даже не предполагает. Переход с одного вида в другой нету. А стрекозы раздается стрекоза, но не крокодил. И от слона рождается слоненок, но не муха. Значит, обезьяна не с человеком? Нет, обезьяна не с человеком. Да нет, обезьяна это сама обезьяна. Моя бабушка была не обезьяна, и твоя бабушка не обезьяна. И твои предки не обезьяны, да? Да. Это все глупости. Главное, Дарвин-то этого не утверждал. Он говорил только приспособляемость. Бабушки, которые чуть серенькие такие, а когда в Лондоне, они совсем серые, потому что там смог, туман. И они, крылышки все время из одного поколения в другое, и наконец-то они стали похожи на стены. Он об этом сказал-то. А что человек происходил от обезьян, он никогда не говорил даже этого. Это выдумка, но безбожникам, а раз от обезьяны, никакого Бога нет. Эволюция. Нет эволюции. Бог сотворил, вдохнул его, и человек заговорил. Вот говорят, а что раньше появилось, яйцо или курица? Конечно, курицу Бог сотворил, а она снесла яйцо. Бог сказал, и птицы появились. А как так? Не знаем, как Бог сотворил. Бог, Он все творит. Галактики, миллионы, миллиарды световых лет, и все галактики. Человек живет среди великой страшной тайны, океан тайны. И за все это надо Бога славить. Вот читаем мы последний Псалом 150, и об этом говорит. Луна и звезды дохвалят Господа. И перечисляет всех движущиеся, дохвалит Господа. Все дышащее дохвалит Господа. Вот так. Ну что, вы сейчас им откройте книги эти обязательно, только вы не поврось, смотрите, а по одной аккуратно листайте, чтобы не было. Ты книги заверни, чтобы не стереть, потому что там это золотистое стирается. Они не могли ее туда впечатать. Бумагой, газетой любой заверни, чтобы не тереть корочки-то. Сначала посмотрите, сразу сделать это. И чтобы они были в достойном месте. Не загибать, не подчеркивать, ничего не надо. Эта книга портится от этого. Книги все сшитые, поэтому они очень прочные. Бумага милованная, обсетная, печатанная. Это Господь дал нам такую радость. Сокровища. Ну все-то у вас вопросы есть какие-то ко мне? А, хлопцы. Ой, какие хорошие. Вот они бы у меня тут научились дрова пилить, бегать, в огороде пропалывать, чтобы все ягоды у нас растут. Клубника, смородина, малина, крыжовник, черемуха. У вас там другие растут плоды. Вот так. Ну что, да, не будем вас задерживать. А мы вас. Ну, спаси Христос, ты постаралась, Рахиль. А ты не забывай только, Рахиль это означает овца. А Райхан означает приятное. Это ясно. Овца Божия и приятная. У нас с вами не было ни одного слова против. Все как надо. Слава Богу. Слава Христу. Да благословит вас Господь, дружная семейство. Рус, поклон. С Богом. Слава Христу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Продолжение следует...